В советском районе Гомеля построят торговый центр с кафе на крыше. Что больше и что меньше всего подорожало в Беларуси за прошлый год. А еще у белорусских школьников появится новый факультатив. Расскажу какой. 23 января на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В советском районе Гомеля построят торговый центр с кафе на крыше. Информацию белки подтвердила предприниматель Тамара Широких. По ее словам, проект уже прошел экспертизу. В ближайшее время развернется стройка. Новое здание появится на пересечении Речицкого проспекта с улицей Косарева. В том самом месте, где находились пострадавшие от пожара кафе-провинция и одноименный магазин. Фишкой нового проекта станет крыша над вторым этажом, где можно организовать кафе или обзорную площадку. Общая площадь торгового центра составит 1900 квадратов, а полезная торговля 600. Закончить стройку планируют уже в этом году. Жители гомельской многоэтажки жалуются. Их подъезд превратился и в общественный туалет, и в боксерский ринг. В редакцию сильных новостей обратились жители дома номер 2 корпус 1 по улице Ефремова. Изначально речь шла про снег во дворе, который никто не убирает, а обращения в службу 115 не приносят никакого результата. Но была и более серьезная проблема, которая просто мешает жить. Дело в том, что этот подъезд облюбовали молодые люди, для которых он стал, ну прямо, многофункциональным комплексом. Некоторые справляют там свои естественные надобности, а другие вовсе демонстрируют бойцовские качества. Те двое, что в потасовке, разбили стекло около лифта. Один из жильцов вызывал милицию, но я не в курсе, что там и как, рассказал гомельчанин, который к нам обратился. Молодые люди наверняка и не знали, что в доме полным-полно камер, которые, как говорят местные жители, поставили своими силами. А вот вся деятельность компании и попала в объективы. Жительница Хойников набрала продуктов на вексель на 2700 рублей. Возвращать не собиралась, но суд встал на ее сторону. История началась несколько лет назад, когда горожанка стала брать в одном из магазинов продукты на вексель. Шли месяцы, и сумма долго доросла до 2700 рублей. Покупательница часть денег возместила, но в итоге осталась должна 2565 рублей. Директор магазина подала в суд. Тогда покупательница подписала расписку, что вернет долг в течение года. Но позже женщина заявила, что ничего не подписывала. На суде продавец, которая выступила в качестве свидетеля, сказала, что горожанка брала продукты, а сумма долго записывалась в журнал. Местная жительница, ходившая в магазин с должницей, подтвердила, что видела, как продукты покупались на вексель. Однако судья решил, что записи в журнале не имеют никакого отношения к бухгалтерским документам, а расписка — это не свидетельство. Таким образом, достаточных доказательств о задолженности женщины у магазина нет. Посчитал суд и отказал в удовлетворении иска. Более того, директора магазина, который подал в суд, обязали возместить ответчику расходы на адвоката — 1270 рублей. А вот и помогай после этого людям. В Житковичах в частном доме нашли труп мужчины. Как оказалось, в его крови было 6,6 промилле алкоголя. Погибшим оказался 34-летний житель Житковичского района. Известно было, что накануне он в райцентр и по приезде в деревню, уже будучи навеселе, просил односельчан угостить его алкоголем. На помощь пришли судебные эксперты. Проведя медицинскую и химическую экспертизу, было установлено, что причиной смерти стало отравление алкоголем. Концентрация этилового спирта в его крови оказалась несовместимой с жизнью — 6,6 промилле. Отмечается, что тяжелая степень острой интоксикации, вызванная употреблением алкоголя, при которой, возможно, смерть, уже наступает при концентрации этилового спирта в крови от 3 до 5 промилле. Что больше всего и меньше всего подорожало в Беларуси за прошлый год? Как рассказали в Белстате, индекс потребительских цен в декабре 2023 по сравнению с декабрем 2022 вырос на 27,1%. Меньше всего за прошлый год подорожали масло и жиры всего на 0,3%. Также несущественно выросла цена рыбы и морепродуктов на 1,6%, сыров на 1,9%. А вот цена на фрукты за период с декабря 2022 по декабрь 2023 поднялась на 19,7%. Среди лидеров роста также алкогольные напитки 11,8% и куриные яйца 9,5%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали лекарства на 13,4%, а также ковры на 10%. Меньше всего это коснулось бензина 5,9%, телевизоров 8,1%, косметики, парфюмерии 8,3%. Среди услуг самое впечатляющее повышение стоимости в сфере туризма. Там цены повысились на 25,3%. Также сильно выросла стоимость железнодорожных услуг на 23,6%. Меньше всего цена поднялась на услуги связи 0,7% и банков 0,8%. Белпочта показала примеры сообщений от мошенников, на которые ведутся белорусы. Сейчас появилась новая схема, которую преступники разработали для обмана клиентов. Злоумышленники отправляют в мессенджер сообщение, в котором просят уточнить адрес доставки почтового отправления и перейти по ссылке. Клиент Белпочты думает, что все в порядке и кликает на ссылку, попадая на фишинговый сайт, где нужно ввести данные и заплатить за услугу по тарифу. Запомните, что Белпочта не отправляет подобных сообщений. Будьте внимательны при переходе по таким ссылкам. Ну и в заключении. В программе о белорусских школьников появится новый факультатив. Как сообщает телеграм-канал Минобразования школьников 1-4 классов, появится факультатив «Спортивный танец», а ученики 1-6 классов учреждений общего среднего образования смогут посещать факультатив «Танец». Отмечается, что программа факультатива «Спортивный танец» рассчитана на 34 часа в 1-2 классах и 35 часов в 3-4, 1 час в неделю. Планируется, что такой вид дополнительной занятости будет содействовать развитию физических, художественных и творческих способностей ребят. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.